Всем привет, с вами Мира Халотов. Это, наверное, завершающий ролик по поводу Пала в этом году. И у меня удалось взять интервью перед тем, как этот экипаж вообще в принципе объявили, что они лучшие рыболову года. И когда я находился там, у меня вот некое такое прям волнение появилось впервые. Потому что в основном я не любитель особо каких-то там спортов, болеть за кого-то и так далее. Но здесь это вот как-то, не знаю, у меня это чувство появилось, по крайней мере. Мне понравились несколько экипажей, за которых я прям как бы болел. И когда мы общались там с ребятами, которые тоже приезжали за то, чтобы там за какой-то либо экипаж болеть, все были максимально уверены о том, что Селиванов экипаж выиграет. Но просто решились какие-то там полтора килограмма на том, что выиграет Арестов Максим и Виталий в плане лучшего рыболову года. И они забрали просто себе там катер, миллион. Ну просто супер подарки на самом деле. И до того, как они получили эту номинацию, у меня удалось пообщаться вот с Максимом. И послушать его мнение по технике, которую он использует. И также получилось у меня обсудить, взять, ну знаете, даже не интервью скорее, а снять их как бы некую беседу. Это могучих удмуртов. Мне кажется, вот достаточно все так искренне. Видео на самом деле не супер качественное, потому что уже все стемнело. Но еле-еле там она шумная картинка получилась, но слышно. И вот эти эмоции, вот эти вот прям искренние какие-то эмоции, они прям вот как-то меня так зацепили эти. Я думаю, что стоит с вами также поделиться по этому поводу. Так что обязательно оцените ролик. И смотрим. Ну и наконец, обладателями титула «Лучшие рыболовы года» сезон 2021. Количество рейтинговых баллов 555. 91 килограмм 140 граммов. Максим Аристов, Виталий Галецкий! Ребята, всегда были у него призов были в призах. Очень-очень-очень долго они шли к этому титулу. Максим, вопрос по технике Гармина. Насколько довольны, чем пользуетесь максимально? Я вижу, что у вас есть мотор ГОСТ. Как он? Удовлетворяет? Хватает вообще ноги 57-й, кстати? Ловернс ГОСТ. А, Ловернс, да, это Форс, да, Форс, извиняюсь, да. Вот Форс, как вот вообще, насколько хорош? В целом мотор он сделан по новой технологии, как и Ловернс ГОСТ и его конкуренты. Наверное, с точки зрения энергоэффективности, это лучший мотор, который я видел, чем Минкота, чем Моторгайд. То есть, с точки зрения более эффективного использования энергии и мощности при определенной, скажем так, запасе емкости батарей. Это как бы его плюс, реально плюс. Плюс также, что его можно одновременно подключать, что 24 вольта, что 36 вольт. Не важно, есть это, значит это, есть другое, значит можно другое. То же самое, не хватает 24 вольта, можно легко просто поменять батареи, и, соответственно, у тебя будет 36 вольт более мощный мотор. То есть, вы отдельно поставили банки, три банки отдельно? Не-не, у нас 24 вольта. А, вы используете 24 вольта? Мы 24 вольта, да, подключили, и учитывая его, скажем так, лучшую эффективность, покорю, нам в целом хватает мощности за глаза. Потому что сильно каких-то огромных, ну там, длительных рыбалок, там, в сильное течение, в сильный ветер, ну, не нужно. Обычно даже в Паловский, там, тур, ловлю, получается порядка, там, 5-6 часов. Это вполне достаточно же, там, хорошие батареи, 24 вольта, они держат без проблем. Сколько метров у тебя получается катер? Лодка корпус 5,40, с критерами 5,80. И прохватов нет, когда вы вдвоем стоите? Есть, да, все-таки? Есть, конечно, да. То есть в идеале получается 180, да, там, сантиметров, чтобы там 72-я нога была бы, да? Не как у них сейчас идет 57-я. Да, вот для этого корпуса, ну, опять же, особенность лодки, высокий передний борт, высокий нос, достаточно высокая посадка мотора. Плюс 57-я нога, да, реально не хватает. Идеально 72-я нога. Именно идеально для данного корпуса. Потому что даже 60-я нога, у меня просто такая же лодка, у меня 60-я нога тоже не хватает. Насколько довольны ультрами, да, я смотрю, у вас установлены ультра. Да, 10-е, да, 12-е, 12-е, 12-е. Отличный, на самом деле, холод, особенно с новым датчиком GT56. Картинка реально гораздо улучшилась, она уже может реально конкурировать с лидерами структурно. Хотя до этого, ну, реально проигрывал. Вы поставили два датчика 56-ых? Нет, один. Один датчик. Не затеняет или как? Да нет, вполне, опять же, у нас стоит гидролифт. А, гидролифт решает, да? Он восьмидюймовый у вас? У нас, не, у нас шестерка. Шестерка и хватает. На шестерка вполне достаточно. Просто мне казалось, что восьмерки минимум надо для... Нет, шестерки нормально, плюс мы не ездим с зажатым мотором, все время немножко его отжимаешь. Опять же, есть он сильно зажатый и в режиме поиска рыбы. Неэффективный использованный двигатель, потому что вектор тяги кривой, он, получается, морду поднимает. Не очень правильно, поэтому я все равно немножечко мотор поднимаю. По поводу Panoptics, насколько классная эта штука вообще? Помогает вам она или нет? Штука реально классная, на самом деле. Мы, я бы даже сказал, начали ее осваивать и ловили реально с помощью Panoptics все эти три дня. Не скажу, что прям только из-за Panoptics, но он очень сильно помогал, потому что я, например, крупными приманками ловил 90% времени именно с помощью него. Не отвлекает оно? Потому что прямой трансляции почему-то говорят, вот там я еще вижу, но что-то не могу дотянуть. Как ты считаешь? Да нет, ну тут вопрос, наверное, здравого смысла каждого конкретного человека, насколько ты отвлекаешься или не отвлекаешься. Вообще само по себе, конечно, отвлекает. Но тут важно, наверное, адекватность и здравость того человека, кто им пользуется, и умение, скажем так, уйти просто с этого места. Да, ну, говорили в трансляциях, я слышал, да, что там вышла рыба. Опять же, если вышла рыба, ну, а почему не поменять приманку, не подкинуть ей еще другую? Это наоборот показывает, что есть какое-то движение, какая-то активность, и рыба хоть как-то, ну, интересуется. Если бы не было ничего, то тогда нет смысла. Если же рыба вышла, например, хотя бы разок, ну, один-два заброса, другой приманкой, ну, я считаю, это полезно сделать. А датчик один Panoptics используете или да? Да, датчик один, ну, наверное, ей у нас в следующий год нужен будет второй. Потому что даже мне, одному, потому что Виталий больше без него ловит, как бы больше с подсказками, я посматриваю, где у него приманка идет или еще что-то, направление. Даже мне не хватает, не хочется на второй борт перекинуть. Удобно, что два экрана по краям стоят, потому что если ловить по правому борту, где стоит датчик, очень удобно, если ловить по левому борту, а кронштейн справа неудобно. И чтобы, скажем так, отрегулировать положение, нужно развернуться, бросить катушку, это плохо. Если вдруг в этот момент преследует рыба или вышла рыба, это все, она просто развернется. Скажи, вот у Garmin отдельно продается перспектив-мод крепление, которое дает перспективное сканирование. Насколько это полезная штука, ты пользовался или вообще ей? Не пользовался, не знаю, даже, честно говоря. То есть это типа как боковое сканирование, да, вот ты вот сверху видишь это, ну перед собой. Да, ты имеешь в виду, если датчик просто развернуть, и вот именно в этом положении. Ну, не использовали. На самом деле, даже вот то использование, которое мы пробовали, нужно огромное количество времени, чтобы это все действительно освоить. Вот Паша Мачков несколько лет уже активно этим пользуется, красава, прям реально. И у нас ушло в два этапа ПАЛА, Зандер, вот именно с помощью Панопиксов мы все это время тренировались. Я скажу, ну, наверное, в лучшем случае процентов на 50 на у вас, в любом лучшем случае. Еще работать и работать с ним. Хорошо. По Garmin, по картам, как полностью устраивает в этом формате? Именно если в базовом оснащении хорошая карта, ну, конечно, есть неточности, есть там конкретные прям гляпы, но в целом, наверное, на 80% совпадает и удобно при базовой подготовке к водоему с помощью этих карт примерно поценить, прикинуть те или иные места, которые в первую очередь стоят посмотреть. Хорошо. Спасибо большое. 65 килограммов, 530 градов. И это победит! Второго этапа юбилейного 10-го турнира ПАЛ-2021. Вот они они, победители-фризеры, которые сейчас на дорогах! Подожди, подожди, давай упустим вот эту пафоси, объективную. Ты же понимаешь, что ты сделал, блядь, нереально для этого. Ты понимаешь? Ты же по факту сделал, ну, чудо. Подожди, подожди. Нет, подожди, оно просто клевало на поролон. Просто клевало на поролон. Я тебе не про это, я тебе про Катя. Да. Да, да. Катер победный. Про все проект. Просто момент, сколько ты затратил сил и энергии для этого. Ты же понимаешь, что это не могло пропасть в принципе никуда. Это твоя победа. Она реально твоя. Ты ее, блядь, заслужил. Господи, спасибо. Что, батя позвонит? Ай. В целом, вы будете еще Минкод оставить себе? Конечно. Мы будем, а других вариантов нету. Мы сейчас просто пересмотрим крепление. То есть, доработаем немножечко. У нас есть, как бы, такие вопросы немножко. Но это новый катер. Мы не побоялись выйти, как бы, блин, я не жалею. Привет, пап. В общем, это... Затрачено кучу сил, нервов, энергии. Спасибо, там, кто, как бы, нам это все помогал делать. Там, салон, Ямаха у нас в Удмуртии. Как бы, ребята. Приедем, кубок снимет. Выпьем из кубка, потому что это их тоже, как бы, заслуженная победа. Спасибо. Вот, как бы, все получилось. Ну, вы все про... Сколько дней тренировались? Мы тренировались 20 с чем-то дней. Ну, сколько положено, через день мы приехали. Через день. Ну, примерно, да. Ну, а в целом, вы эту акваторию вообще хорошо знаете? Или, как бы, для вас это новое? Нет, мы кое-что знали, но... Надо понимать, что... Немного другая техника была. Немного, как бы, понимание было... Среднеклеем. Воды другое. То есть, мы приехали... Нынче построили совершенно по-другому. То есть, мы жили обычно в одном месте и катались. Сейчас мы жили в Казмодемьянске. Пять дней жили мы в Бармино. Пять дней. Здесь мы тут, наверное, пять дней или шесть дней. То есть, как бы, мы в Казмодемьянске, как бы, я считаю, что не зря. Сейчас темно уже сейчас не через. Прям, как бы, потренировались, мы там и нашли эти локации. Все такие, серьезные. Вот сработало все наши наработки. Круто. Молодцы. Просто в три дня взять и всех сделать. Да нет, что три дня все делать. Иван просто не поверил вам. А сколько у нас за сединить? Такое женичание было, да, сединить? Слишком было там все на тонкого. И мы понимали, что у нас основной-то конкурент это чулан. А тут слухи ходили, что чуланов наворочил. Там пять жирных рыб. А у нас жирная рыба только одна. Поэтому все прям было волнительно. А хуже нет, чем ждать, да догонять сами. Мы ждали. Ждались. Отброс в палы. Это после Саратова. Да, да, да. У нас же так там и дали. Пожалуйста. Ну, круто. Молодцы. Поздравляю вас сейчас. По поводу упала хотел сказать такое, что, ну, соревнования достаточно на уровне. Есть какие-то небольшие мелочи, но это все поправимо. То есть, у меня есть знакомые, которые хотели купить там кепку, упал и так далее. Вот если бы они это еще бы сделали, какой-нибудь мини-магазинчик, я думаю, было бы вообще шикарно. И там не так много людей приезжает, но я думаю, что они бы своим близким и так далее могли бы купить это все действие. Но съемки, которые они проводят и прямую трансляцию, которую они проводят для вас, это реально прям на уровне. Это действительно интересно в этом плане. И вот эта скорость работы экипажей на результат, что они быстро там заправляются, быстро на досрочку едут. Там все это вот, все так организовано у каждого экипажа. Ну, почти у каждого экипажа кто-то там, конечно, как мне кажется. Ну, ради, конечно, там того, чтобы принести рыбу и сфотографировать с ней, идут вместе. Но в идеале, наверное, один должен пойти и отнести рыбу, а другой должен там заправить, что-то там проверить и так далее. Ну, в целом, как бы вот не хватает вот этой пидстопа какой-то Формулы-1 в плане того, чтобы у экипажа все-таки был какой-то технарь, который будет обслуживать эту лодку. И они не будут тратить время на обслуживание лодки, либо один, либо два человека. Он в любом случае нужно. Даже вот элементарная такая вещь теряет время экипажа на том, чтобы лодку зашвартовать там на причале. И, ну, а так бы, если было бы у них обслуживающий какой-то персонал, то есть какой-то там два человека, да, которые они могли бы просто встать, я не знаю, пришвартоваться и быстро заниматься вопросом рыбы, сдать ее на досрочку, когда другие люди бы занимались бы там швартованием, заправкой и так далее. Это было бы, конечно, огонь. Так и как вот, допустим, у могучих удмуртов был случай, что у них Минкота сломалась просто там в мясо. И они, естественно, весь вечер там, да, я не знаю, до скольки они занимались переносом и поставили там себе временный моторгайд. И это тоже отнимает время. То есть они могли бы в это время ставить какие-то планы, куда что нужно ехать, какой-то анализ проводить. И, ну, элементарно выспаться просто, да, и быть бодрым максимально. Поэтому здесь вот, ну, не хватает какой-то вот этой Формулы-1 максимальной. А в целом вот по мероприятию очень даже достойно. Я удивлен, я особенно удивлен, когда вот ты это все вживую видишь, да, как все это собирается и так далее. Это, ну, действительно непросто. Ну, у меня, в принципе, им все. До следующего выпуска. Пока-пока. Традиционная. Девки! Ура! Девки! Ура! Девки! Ура!